Всем привет, уважаемые халапени и халапенюшки. Мы продолжаем смотреть с вами наш замечательный эфир в рамках противостояния и плыва в стадии на ПТС Европе. И у нас Грекия против Liquid. Команда, которая выиграла ESL в Германию, проиграла первую карту. И сейчас будет пытаться выйти в полуфинал при помощи камбэка из 2-1. Или, соответственно, отойдет уже 2-0. И с ней мы попрощаемся, потому что у нас сингл Эллиминашн, что всегда очень интересно. И напоминает нам с Серегой наш родной Counter-Strike. Да. Бедный сингл. Бедный сингл? Бедный симпл. Бедный симпл. Вся на стойке случай за Абонинова осуждаем, все дела. А, кстати, да. По-моему, он уже разбанился. Уже разбанился? Ну, да, не осуждаем. Сегодня все вернулось. Висп от Бреймов. Опять же, та самая ситуация, когда Стоманин теряет ту самую возможность играть на Тине ЦК, которую мы от него прям любим. Тине есть, ЦК забанил. Не, я к тому, что уже Висп, и, скорее всего, он будет на... Ну, то есть, скорее всего, четвертая позиция уже запекана. Ставь Виспана пять, играй на четыре Тине. А у Париси у тебя, у Виспа, ноль рублей, ноль копеек. Ну, такое. Ну, возможно, что ты прав. Но, с другой стороны, это грустная ситуация. Висп очень бесполезен, без шматья. Будет ли Рубик? На второй пик. Лик и дофотчим вопрос. Ну, посмотрим. Потому что Дарквилл, они прям вообще ни секунды не думают просто и взяли. Тайга себя очень красиво показывал, если, опять же, да, марсианин будет. Было полезно, да. Мне кажется, Бреймам стоит задуматься о том, чтобы взять Марса просто по той причине, что противника на Марсе... А хотя, с другой стороны, еще и селедка. Селедку, селедку, селедку. Спасибо. Вот, и Марс в ответ. Идеальный раздрафт. Короче, для Брейма, с точки зрения ленинг-стадии, селедка не проигрывает линии, не считая тех моментов, когда на них плохо-плохо играют просто совсем. Ну, смотри, вот сами Брейм показали, да, вот этого ровмищего героя, который с нулевой просто бегает. Я допускаю, что они могут придумать, там, какой-нибудь следующей карте, условно, там, Клакверка, Земля, кого-нибудь, кто тоже так будет бегать. А что мешает Ликвидам? Тоже взять и поставить Дарквиллу третьим героем. И душить этого виспа селедка, который 2 на 2, хороши. А вот 2 на 3, я не уверен. Ну, да, нам могут. Потому что как раз я слышал, что тяжеловато виспужить, когда тебя три героя вкусят. Они, знаешь, там, сейчас могут взять до условного Свена, взять какого-нибудь... Ну, а потом, потом взять какого-то Свена. Ну, это напрашивают. Очевидная совершенно тема, типа. Они, по-моему, Брейм и потому и думали столько времени, что у тебя, очевидно, хочется взять сельдь, но при этом всем не хочется давать Марса. Но если ты пикнешь Марса, то ты отдашь сельдь, и боксы, скорее всего, и на ней тоже разорвет. И ты такой, типа, ну, отстой. Комбинации сильные все равно, надо забирать и комбинировать. Да, тут, да, важный момент. Это не в том, что комбинация Марса и Дарквилла, типа, для тебя опасно, не надо свистнуть. А в том, что ты забираешь Сардар, и под него, под его минус армор, вот теперь ты можешь комбинить сам. Хочешь Фантомку? Поехал, там, из-за Темпларку, да вперед из песней. Хоть и Сэф и Вингу бери, и поехали. Ну, Фантомка отлетит сейчас прямо на первую, мне кажется, отлигает. Сто процентно. Они просто отдавать не будут под Амплифай, это очень жестко. Да, мне кажется, Брэймам вот надо этот, пока у них тот самый конфликтно-букетный период, когда к ним еще не готовятся, конечно, непонятно, на чем он будет играть, как команда свой дрот построила, возможно, стоит дальше удивлять, и просто какого-нибудь бахнуть Рики, поставить в центре, я не знаю, придумать какой-нибудь героя самого странного. Хм, Паджик. Ну, например, Паджик, да, то есть и пойти поехать выигрывать. Очень странный, кстати, бан в спектре, если взять то, что ты с селедкой унижаешь ее на лане, она совершенно ничего не может, а потом впоследствии ты еще и, ну, загоняешь ее в лес, а она лес не так быстро фармит. Ты же вообще понимаешь, да, что у нас серия, в которой в баны не попал, не вводит ни спектра, и тот, и другой не были взяты в первой стадии, и во второй сейчас еще Вайда не забанят. Это мне нравится этот вариант, то есть убирает спектру, убирает ораку, а, возможно, Вайда как раз и не будет брать. Да, вполне вероятно. Потому что прям очень на это похоже. Я думаю, сейчас из серии что-то опять Гримстрок появится какой-то на пятерку, потому что, ну, сильный под вот этих всех блинкеров и так далее, под Вайда, Фантомку, все герои, которые в пуле, всех не забанишь. И опять же какой-то жесткий лейтер. Говорится, опиши команду одной картинкой, нужно будет показать банный Ликвид против Бреймов. Да, да, да. Какие герои там оказались? Ну, на самом деле, с точки зрения, опять же, да, они увидели то, что основной плеймейкер у них Виш, он явно ярко сверкает во время всех каток, что он проводит. И они выдавливают всех героев, которые только возможны для него. У него явно есть набор сигнатурных, которых прекрасно, ну, видимо, известно Ликвидом. Мы с вами видели от него и Пугну, и Зевса, также видели Темпларку. Вполне вероятно, Темпларка будет следующим баном просто, и все. Ну, либо сейчас посмотрят и подумают, что там не нравится ему, условно, там Эмберспирит или еще что-нибудь. Ну, короче, кого-то еще уберут. Ну, Фантомка точно, кстати, смотрю. Фантомка, да, напрашивается тоже. Бан Шторма просто, видишь, от Бреймов, мне кажется, это еще больше Фантомка. Да, все герои, которые забанены были, они в том числе против Айда, а против Фантомки вот такие вот герои действительно хороши. Но вот Зевса и Пугневича, они довольно оперативно забанят, то есть не было вопроса, хотим или не хотим. А вот сейчас выбор есть. Слушай, ну, между Вайдом и Фантомкой я выбрал Фантомку в бан просто по этой причине, что если фокусу дадут Вайда, то я еще больше, еще меньше буду верить в его исполнение, потому что на Вайде все-таки надо больше кнопок нажимать. Ну, в смысле, не больше самого количества, скорее, сложностей, да, ты можешь сам помешать. Проще ошибиться, но они забанены на Вайда. Напрашивался он и все-таки убрали. Войд, он типа такой более стабильный, у тебя есть фиксация Фантомка, ты можешь как-то задизейблить там и так далее, а Войд, он, если хроносферу поставил, там печально будет. Тут еще вопрос в том, что если ты марсианин, условно говоря, да, Войд с легкостью вылетает, если Фантомка вылетает, это значит, что рядом с ней есть крипс, тиммейт и так далее, то есть есть условность, под которой она может блинкаться. В случае с Файдом он 100% уйдет. Значит, он не в Сайленсе, не в Хигсе, ты понял. Я о том, что тут безусловно, о, котлище, родное, что это такое? Личликвиды. Нет, это Личликвиды, да, да. Джейдж типа вкусил их? Он в 2017, когда поехали. Встроенный герой в... Просто когда вы по стерцам вообще видели котла, вот с момента изменения его ультимейта, то, что они стакаются, два шара. Как часто мы его видели? Ну, вообще, вспомни хотя бы одну игру, где он появлялся из недавних. Слушай, ну да, вообще довольно мало. Я помню, потому что я в Дертаде его брал и сказал, что это полная фига, но в фиге вообще не работает. Ну, просто вопрос в том, что котл здесь для чего, то есть ты берешь какой-то... Ну, что можно стерилить и взять, типа, Бристлбек, какой еще герой, который хорош. Бристлбек хорошо, Даташ Фантомка, два даггера там, все дела. Эмбер Спирит. Кстати, Эмбер Спирит. Эмбер Сосочков. Ну, в рамках того, как сейчас делают Свена, я не знаю, я уверюсь, что он неплохо заходит, типа, молоток, второй молоток. Так, ну вы были правы в вопросе того, что они все-таки Стоманину, видимо, дадут тинника, если это не медовый вишевский тинни, и тролль для инсцении сверху. Ну, типа, конечно, Двойные Топоры тоже прикольно, но, мне кажется, задумка должна быть не в этом. Ну, видимо, будет Эмбер, и вправду. Не, знаешь, на самом деле, возможно, это заделка на то, что они играют глубокий-глубокий лейт, в глубоком лейте Дарквилл надевает Аганим, какой-нибудь Муншард, и после Шаду Реал у него сразу будет еще Шаду Реал. Это реально 10 секунд, и ты просто шпалешь все стороны. И такие Спартану отдадут в Испа, и такие, это не такие хорошие новости. А вдруг это хорошие новости, и они, по примеру наших зарубежных коллег, Кор в Испа сейчас покажут. Нет. Почему нет? Медвана играет, играет. Китай играет, играет. Герокоптер появится. Ты веришь в Герычу против тролля? Я не особо верю, да, в Герычу против тролля. Это как раз-таки против тролля. То есть какой-то герой, либо с хорошей мобильностью, которая сможет его кайтить. Фантомка идеальный вариант. Да, Фантомка будет, походу, да. Вариантов не особо много осталось. И на Last Pick 7 мидера взять. И это на X. Лол? В смысле? Против тролля? Против тролля же он ни о чем. Серьезные ребята, да. Серьезные ребята, серьезная игра. Зачем? Смотри, тролль, он понимает, что это фри-игра, видит ластительный режим ультимейт, а Висп его вывозит. И ты без ульты тролля. Не, понимаешь, что на X нормально на линии отстоит, потому что здесь пока что нет вообще никакого пробивающего сквозь БКБ. Опять же, против Марса на линии, да, я слышал, что неплохая. Да. Хотя недавно чекал одну игру, где Марс не поленился, просто купился там и сам, и саппорт, кучу мангосов. И власть теперь каждую патчу крипов, просто каждую получал. Годстребук. Годстребук и копье. Подошел к ринжову к крипу, два удара. Типа, ну и там какой-нибудь саппорт докидывает. И тогда Ластиль реально был сильно просаженный по Нетворцу, потому что ты вот на старте вообще не можешь бороться против просто про спаума в лицо на каждую пачку. Здесь Пугна, теперь уже обретают совершенно другие очертания после пика тролля, да, то есть в банах я имею в виду, совершенно очевидно, что это очень серьезно мешающие персонажи. Здесь не сверхстильный тролль мешает, как по мне. Но Пугна довольно. Пугна, да, очень неприятно. Здесь просто хорошо, типа, играет в дистанцию, да, против тролля, и тебе не хочется с ним близко... Знаешь, возможно, даже делать все-таки больше в Нимбусе, потому что он им сильно убирал макро передвижение. То есть ты не можешь двигаться по карте, уходить на телепортах, потому что где-то кто-то просто сразу получает молнию на лицо, и ты ничего не можешь сделать. То есть это вот тот самый Flight Vision, вот это все дела, Flight Vision. Будет ли быстрый фестбомб у Бреймов? У них типа есть, да, два потенциальных парня, которые будут рваться, это Итини с Даггером и Слардар с Даггером, но опять же, когда они эти артефакты доберут, Квапа может быть какая-то что-то из этой серии. Просто имбурон какой-то набрать магический. Эмбер спирит тот же самый. Эмбер снова будет физал, то есть у тебя все будет на физе, противника купит условно там Керавс какой-нибудь, купит себе Кримсон Гард и будет очень комфортно себя чувствовать. Потому что у тебя все на физе, просто бьет с руки, бьет с руки, бьет с руки. Им надо магов взять. То есть иначе они просто не смогут имфайт нормально завозить. То есть смотри, Вис вообще не об уроне. У вас Тинкер соло таргет, Сардар соло таргет. Тинни, вот у него один раз каст. Ого, Тинкер в бане. Обязательно. Обязательно одного героя на маг раз каст. Ну и что теперь делать, Брейм? Для широка. Забанены все мидеры просто абсолютно. Для широка. Пак. Пак? Я, кстати, за пака согласен. Вопрос только в том, насколько Виш в нем уверен. Еще остался же Эмбер. Опять же Эмбер, это вот то же самое. То есть это просто будет физал, который просто вот он дал пара билок, а есть у них Мека, а есть у них Пайп. У тебя и Сэф есть. Вот магическое рассказание. Сэф неплохо. Сэф шикарно. Еще и минус армор сверху под середку. То есть Сэф норм, Куапа норм, Пак норм, что там еще предлагали. То есть все вот эти герои, нихренно мало времени. Давай Сэфа. Сюда. Банша. Ну норм, что он. Под минус армор. В типо неплохо. Банша хорошо, плюс ты говоришь о том, что тебе нужно рассказать. Типо неплохо. Но опять же, в рамках этого дела большой кулдаун не всегда есть хорошо. Плюс закрываю еще Ликвид. То есть про ДП, я думаю, можно что-то придумать. На самом деле, достаточно странно, то что они обошлись полностью без лонг кулдаунов и на Ласпик себе взяли один соло лонг кулдаун, из которого они по факту не могут играться. И у тебя сейчас будет проблема с тем, что Тинни куда-то бегает и у него нормальный стак только с Лордаром. Ровно одна линия, куда ему комфортно будет выходить. То есть сейчас какого-то, я не знаю, ну не ДК, наверное, но что-то взять. Плюс минус жирный F-центр, что не будет умирать. Ну посмотрим. Что у нас из Койковских персонажей осталось? У нас забанена Бруда, забанен Шторм. Что еще у нас есть? Есть Лондруид? Эмбер Спирит, может, остался тот самый Коттл. Лондруид еще раз. Лондруид? Тогда зачем тут котел в таком случае? Так кто его знает-то? Окей. Вопросов нет. Ну для Замеса, просто мне кажется, что Лондруид не очень хорош против Банши. Ты сосешь из друида и из его медведя, типа Дабл Хиллс и дела не особо как. Это такая проблема известная. Все правильно. Соответственно, это не Лон. Они вообще не понимают, что происходит. Ну, наверное. Возможно, у Инсении есть жесткий план какой-то по накрытию на всех. Сейчас, смотри, сейчас Разор будет. Или Андерлорд. Разор, кстати, sounds good вообще-то. Лина, вам не нравится, да? Кэжуал Лин, 24-й. Ну, в рамках этого драфт сойдет. Да, до нее есть чем добираться, да, ей будет тяжеловато, но в целом сойдет. Не нравится вообще Лина. Ну, если были правные команды, я бы сказал вам, что драфт слева сильнее, а вот... Я даже если были правные команды, сказал бы, что-то справа посильнее. Ну, им реально комфортнее играть, то есть по карте. И слишком комфортно в том плане, что ты вот начинаешь в любом месте файт за любой объектив, ты берешь пятерых, пока они кушат одного. У них могут быть слоты, чтобы быстро этого одного съесть, но если у них, опять же, не пошло, если не будет такого же разноса по трем линиям, то ликвиды. А я на Бреймов, давай посмотрим. Думал, думал и выдал. Давайте посмотрим, что думают по этому поводу Вулкан Бетта по полностью БО3 серии 2-21 на Бреймов и 1-62 на ликвид, вера в них не утекает, опять же, несмотря на первую карту и на то, насколько слабо они исполнили в early game. Отправимся к нашим комментаторам, там, Джимыч, Смайл, все еще. Как вам драфты? Отличные драфты. Да, какая разница, какие драфты, когда ребятки вот так вот исполняют и абсолютно непредсказуемо отыгрывают. Ну, то есть, драфт был не настолько плохо у ликвид в первой карте, сколько они исполняли. Исполнение было ужасное. Например, Бруда, там, которая поставляется под гримстрока. Сейчас посмотрим, проснулись или не проснулись. Было видно, что в какой-то момент в первой карте они там что-то сделали такое хорошее. Могли даже, если бы Бреймы начали какой-то конвейер устраивать, могли бы там прямо закончить. В общем, Бреймы давали шансы на камбэк, причем такие хорошие, загуливали, ошибались, поэтому было за что зацепиться. Посмотрим, какой-то второй. Второй, Висп, опять же, минус армор имеется от Слардара. Ну и единственное, что меня смущает, это лайфселлер в тролле. По идее, тролль как бы с лайфселлером справляется. Ну да, в теории должно быть так, но это, если они остаются один на один, да, на равных слотах. Ну так-то да, но здесь много переменных, опять же, говорил Митяй, что и Висп может увести, опять же, и потом уже вернуться обратно, когда ультимейта тролля не будет, тогда троллю будет проблематично как бы драться. Поэтому будет многое зависеть от линии. Ну и личного исполнения, потому что, например, мы видели, что Виш в лайнапе против Лины вчера, или позавчера, по-моему, мы комментировали, он проиграл линию, то есть он не смог ничего сделать, а здесь ему придется стоять на ДП против Лины во второй раз. ДП против Лины, ну в принципе, линия не такая плохая, но, конечно, Лина все равно на этой линии фаворит. И Лина почти на любой линии фаворит, может быть за какими-то, ну тяжело придумать даже вот. Ошибка Лины, и только это может сделать ее нефаворитом, но если вот представить себе дефолтную ситуацию, то слишком простой спел Dragon Slave, мне кажется, это вообще один из первых спелов, которые в Доте придумали, и он поэтому такой вот простой. Ну просто кастует что-то, волну какую-то там пускает. Ну вообще, изначально Dragon Slave, ну ладно, я сейчас опять бы рассказывал бы, откуда этот герой появился, что это за заклинание и так далее. Мы все знаем, но к тому, что если вот брать первых героев, посмотреть на их механики, вот старые герои, Лина, Леон, просто что-то копнул, застанил там, нажала кнопку, застанила, какой-то, просто даже ультимейт, куча урона магии, все. Все очень просто. И после этого сравнить с каким-то героем из серии Mars, например. Какая-то арена мужиков в форме, в форме, которая типа обдамажит, но магией, и в нее можно прибить, но в БКБ из нее можно выйти, то есть настолько вот хитрые какие-то сплы, или фея та же там, что какие-то кусты, стан с задержкой, какой-то вылетает дух, который пугает, ультимейт, при этом два ультимейта одновременно нельзя взять, потому что типа этот светлячок не может одновременно. Ну да, и пугать, и бить, да. Так и есть. Но посмотрим, как это будет на практике. Вард уже снизу поставили, прекрасно все здесь видят. Фокус. Бокс просто убегает. Та же самая линия. Повторение. Мать учения. Но только здесь та же самая линия. И только у Ликвида. Не скажешь, что на прошлой карте линия плохая была у Ликвида, но они вполне себе достойно остались. Они там забрали Фантомку, и этого забрали Гримстрок. Ох, какая комбинация здесь, вы просто посмотрите. Next Level Play, Башик еще прокает от Рошана, Микки пробили, неплохо так. Да, хорошо, Баш и два удара от Рошана, нормально. Интересные штуки исполняют, Слардар на суппорте, нет, прошу прощения, на тройке, с Тинни на суппорте. Я все время привык к тому, что Skylark суппорт, он же на суппорте играл, как мне кажется. Не уверен, не уверен, может быть, это мои какие-то воспоминания. Возможно, но не в этой команде, в этой команде он на тройке. Да, и Тинни 4. Тинни 4, это в принципе дефолт, это не ЦК 4, который, обычно ЦК мы видим в сложную какую-то, когда его берут. Ну, тут сложная линия будет Коттл, который откидывает двух героев. Более того, тролль, который против милишников чувствует себя очень хорошо. вот он. Да, и вот сейчас вроде бы хотели пробить инсенью, но и Skylark достаточно много полиционов получал. Тинни пошел уже отпуливать, выводить крипов. Блочит спот. Все, спот заблочил, Skylark тоже заблочил, чтобы никаких лишних здесь не было отводов, чтобы просто выпулили крипов и все, и этим довольны, чтобы Коттл тут не мешал. Коттлу только дай развернуться. Герой все-таки на линии он что-то может делать, но не скажешь, что это такой убийца, он вот как раз-таки по игре куда-то побежать, настакать, там зафармить, потом в тимфайте очень сильный. На линии так он развлекает. Да, ну и мы понимаем, что и фокуса здесь ему ничего не могут снизу сделать, учитывая, что он под спартаном, да и сам по себе лайфстилер достаточно неплохо регенится в рамках линии. Пока крипов бьешь, пассивка работает, все хорошо. То есть по хп ты вообще не проседаешь и шансов, что тебя как-то подцепят крайне мало, учитывая, что у тебя есть рейдж всегда. Поэтому здесь остается, наверное, в рамках линии либо виспа ловить как-то пытаться, либо просто фармить ликвид. Тут еще и подстакивают тиния. Ну, заняться нечем. Ну, правильно, да. Пока заняться нечем, можно стакнуть, чтобы хоть какую-то пользу принести потенциально. И пошел роумить. Выход на мид, на центральную линию. Там лина. Сладкий фраг. Аккуратно держится под вышечкой пока, поэтому нет возможности подцепить как-то. Тут уже брасерок тем временем появился у лайфстилера Брамбл Мейс неудачный, но зато не дал сделать отвод. Тайга. Вот как раз линия, про которую говорили, что вот может там Марс как-то лайфстилеру не... Ну, надо вообще лайфстилера не подпускать к репам, чтобы он тот как-то страдал, тем более Висп всегда его все равно подхилит, поэтому для Марса здесь нет варианта прохарасить. Ему только вот фармить, фармить, фармить самому прежде всего и потом в какой-то момент убить Виспа. Вот это да. Это может быть. Тайга. Да, больновато. Тайги здесь. Реген должен там еще иметься. Да, фасочка есть в наличии, поэтому Дарквилл никуда не уйдет. Борьба за грипов. Забирает боксер. У Марса тяжело на самом деле своровать. У него есть щит. Так, а вот теперь разворачивается, нажимает на пассивку, которую уже взял. Ну вот понимаешь, чем здесь пахнет все это дело. Так, фея пытается, пытается, пытается сделать килл. Висп, фэрифайр, Тайга, буквально еще один дар по Виспу. Все-таки ФБ забирает у нас бокси. Ой, копьем не попал, и Тайга отъезжает от фокуса. Но тяжело было бокси, ему нужно было прямо занять такую позицию, чтобы Лайфстилера именно в ту сторону толкнули. Ну да, в любом случае это ФБ для Ликвид, поэтому неплохо. Саппортов, да, разменяли, все-таки второй фраг отдали Лайфстилеру, но... О, Лина, 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 Линочка. Не успеет, не успеет спасти Лину, уворачивается от стана здесь Брейм, еще один удар, Койкова фраг оставляет специально Вишу, и это второй фраг для команды Брейм. Это опять Стомнин, вот он настолько... Я бы рекомендовал вообще приглядеться к этому игроку, из Болгарии, по-моему. Он такой вот отличный роумер, и у ДП все не так здорово на линии, она проигрывает порядка 10 крипов, но после этого фрага ситуация немножко налаживается, потому что можно и Рунку законтролить спокойно, и Крепочков побить, и Лина чуть послабее стала. Да, это правда, но с другой стороны мы понимаем, что у Слардера в этой игре дела прям не очень, мягко говоря, 7 крипов, всего лишь пытаются здесь как-то размениваться с Энсеней, но там есть Бланник Лайт, и спокойно можно еще и Скайларк побить, он делает ТП по итогу просто. Ну и на фрифарме находится тролль, получается. Да, Слардер прям 7 крипов, все очень печально. Поэтому да. Тинни, конечно, молодец, но вот троечка пока страдает на линии. Совершенно по другому клейнингу подошли. Снизу, нападение на Тайгу, втроем, забирает его, опять же Тинни перетянулся. Опять стоманен, опять он своими фрагами вот этим может, вот это все преимущество, которое есть по крипам, 32, 31, 26, очень круто, но если Тинни продолжит в том же темпе, он очень сильно нивелирует вот это преимущество. Баунти руну забрал, но правда там справа все равно отжимаю. Да, 2 на 2 будет по баунти. Линия обузит Боттл, фея. Линия 33 на 3, ДП 24. Ну, сильно подравнялся мид после вот этого выхода. Нижняя линия также более-менее равная. Самый большой, конечно, разрыв между первой и третьей позицией. Дайер и Радиан, соответственно, фея, находит вард. А стоманен находит фею. Да, Виш потягивается, попробует сделать фраг, но правда успевает спрятаться Тайга, но можно даже и подвушку попробовать зайти, правда 2 ТП, Тайга продолжает жить, не хватает уро, но все-таки убегает отсюда Тинни, а за ним уже бежит Бокси. Но Тинни на сапожке, быстренько бежит. Сейчас правда фейзы будут. Догонят ли, вот в чем вопрос. Копьем? Удар? Копьем. Да, хорошо. Догнал, убил, но тем не менее перетянули трех игроков. С другой стороны и ДП потратил ультимейт, поэтому такой размен ресурсами получился. Все-таки Ликвид забрали Тинни и должны быть этому довольны. И при этом сверху опять же продолжает стоять тролль. Там проблема у Скайларка наверху. Буквально один удар оставался с Лордару, да, на 50 хп убежал. Тролль его практически убил. Один. Да, что они будут делать с троллем пока непонятно. Слишком хорошая ситуация. Так, ну что, снизу армлетик. Дальше будет появляться фейзы, я так понимаю, летят, да? Должны быть, по идее, да, вот они. Для лайфстилера я имею в виду. Ну и боксы здесь. Там у нас погоня очередная за Тайгой. Не удалось подцепить его. Разворачивается Тайга обратно. Такое ощущение, что даже подбачивает как-то на себя. Подтягивается Лина. Он знает, что Вижен сбит у соперника, что у них там Вижен есть и можно здесь попытаться заманить Стомнина. Но он не повелся. Но у Брэма второй герой снизу. Может быть на боксе будет нападение какое-то, не знаю. Но давайте посмотрим. Боксе пока без арены. Вполне себе можно забрать. Разворачивается немножко не в ту сторону. Ну и вот так вот кидают его на Лайфстиллера. Щит. На фейзах побежал. Ну, кстати говоря, тут на фейзах нормально он оторвался. Может быть ТП? А, ТП нет. ТП, к сожалению, нет. Ну, ТП есть, он может Манго переложить в теории, но он понимает, что не успеет сделать, ему никто не даст этого сделать. Поэтому он просто пытается выиграть время побольше. Да, и Визб забирает фраг. Лучше было бы оставить Лайфстиллеру, но да ладно. Забирают Марса. Долго, конечно, здесь с ним возились. И благодаря тому, что он все еще не шестой, это получилось сделать. Тем не менее. И все-таки у Марса ситуация лучше, чем у Слардара, причем прилично. 1300 золота для таких героев, которые особо, ну, что Марс, что Слардар, даже Слардару, наверное, посложнее формить. Ну, кстати говоря... Слушай, Слардар сейчас мог бы сделать солофраг, если бы не Лина перетянулась сюда. Вот. Лина перетянулась. И Койк возрабатывает фактически. Бокси. Бокси хочет шестой, но Бокси передает привет Диспрофит. И сразу же ультимейт для того, чтобы еще и подкушить и Марса... Ну, слушай, очень долго Бокси забирают, конечно, но заберут. Потрачен был экзорцизм, это значит, что и вышка упадет. Вот такая ситуация. С одной стороны, Слардар меньше Нетворс имеет, а с другой стороны, его фраги на нем не так чувствительны, да, и здесь Марса забирают дважды, тут же падает Тавр. Неплохо Брейм действует? Очень неплохо. Марсу вдвойне неприятно, что он до шестого уже умер второй раз подряд. Нет, ультимейта нет, то есть нет КПД, нет возможности кастовать, там знаешь, ультимейта и уйти в таверну ждать КД. И в следующий раз вернуться еще раз кастовать. Его просто нет наличия, поэтому... Так, Тинни не попадает, Койква по нему станом. ДП успевает перетянуться. Забрали вышку, свою вышку надамажить толком здесь и не дали. Ну, немножко Лина побила. Ну, Койква пока неплохо пробивает, на самом деле, даже один, но в спину уже идет Скайларк, поэтому Койква отступает, потому что он его прекрасно видит. Преимущество у Ликвид есть небольшое. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и у тройки команды Брейм тоже дела по левелу не очень, ему там немножко осталось до шестого, конечно, хотелось бы и минус армор себе уже заиметь также под драку какую-нибудь. Поэтому у тройки пока баланс. В плане ситуации. Но шестой левел наконец-то в боксе получил, арена теперь в наличии. Можно попробовать подраться. Так, обратно на линию возвращается у нас Скайларк. Улит крипов. Да, фейзы готовы. Фейзы. Интересный выбор. На селедке. Просто у него же спринт дает типа этот эффект. Ну да, но... Насколько я помню. Так решил. Типа еще больше мувспида иметь. Ну ладно, фейзы так фейзы. Да, согласен. Обычно предпочитают там что-то на статы собрать. Ну ПТ, ну и Лейба Транквилла. Ну что-то такое, да. Как вариант. Здесь же все-таки фейсбуцы. Микки. Есть уже Персиверанс. И потихоньку-потихоньку выходит в БФ. 4.500 у него. Лучшая ситуация на карте только у Лины. Но я бы сказал, пока игра идет таким очень неспешным темпом. Выход за фей. Так, а ликвит некуда торопиться по-хорошему здесь. Так, у них тролль, который продолжать будет фармить еще какое-то время. Там БФ, Сэнджин Яша, Сатаник. Сейчас тролля подсветили и идут на него, но... Или просто идут... А, Сарканрун и Пушит. Пушит, да. Экзорцизм откатит буквально вот сейчас. Почему бы и нет. А если еще удастся кого-то забрать попутно, то вообще замечательно. Вот Инсенью, например. Прямо сейчас. Он нашел. Синя выбегает, да, и... Прак. Койкова не успевает, с Таном не попадает. Пошел Юл. Хорошо. А тут Релакейт уже и минус Тиня. Прилетает сюда еще Спартан вместе с Фокусом. Могут Тайгу забрать. Тайга пытается убежать, но нет. Никуда не денешься. Да, Койкова сразу начал отступать. За Койкова Игнация не стали. В итоге забирают двух суппортов. Теряют Тиня. Ну и сейчас будут забирать... Меди Дракос. Релакейта здесь. Подцепили Спартана. Неплохо. Вишу тоже можно побить. Тролль начинает разгоняться, но сеточка не прокает, поэтому надо так же убегать. Здесь уже Скайларк. Под вышку тоже давить не хочется. Нараздавал Виш, конечно, крепко, но он никого не забрал. Это решение было Виспа забрать с собой Дес Профит. Вместо того, чтобы пушить Тавар, просто подраться на миде, в итоге Виспа они так или иначе потеряли. Дес Профит никого не убило. И решение оказалось не таким уж хорошим. Могли вышку на топе забрать, и все. И было бы отлично. Ну, в общем-то, под Аркан Руной не так страшно. Скоро ультимейт откатит, можно будет заново поддавить. С Лордар остается здесь Лайфстиллером. Так, попытка поймать Койку под вышечку, но там Юл. И будет Рейдж, понятное дело, под минус армором. Рамбл Мейз залетает неплохой. Соло фраг сейчас будет, наверное, от Таги, но Койку все-таки съедают здесь. Ну, это очень хороший фраг. И Селедка выманила на себя Юл. Лайфстиллер просто пробежал. В итоге забрал так Лайфстиллер. По терроризму убегает. Кусты, по-моему, против Феи сейчас сработали, потому что Лайфстиллер не смог убежать достаточно далеко. Таги подсвечен. Буквально пару ударов. Фокус, даблкил. Причем забрали Койку. Хороший отрезок. И теперь можно дофокусить вышку. И вот здесь как раз-таки самое время вспомнить, что счет 1-0. Что Ликвид накосячили в первой игре. Если они сейчас ошибутся во второй, они могут покинуть турнир. Так, ну и Бокси в этот раз не собирает никаких Метеорхаймеров. Мы видим, играя сразу же через Блинк. Никаких экспериментов, новые меты и так далее для оффлейнеров. Ждем появления Блинка, чтобы можно было врываться уже в драку. Наверное, тогда уже какие-то передвижения и будем видеть от Ликвид. Пока они просто играют от обороны. Да, потеряли две вышки. Не забрали ничего. Третьевушку пока не теряют. Но есть экзорцизм. И в принципе, может сюда ДП прийти. Так, релокейт вниз. Там Марс. Да, Бокси опять в опасности. Пошла арена. И мы понимаем, что смерть Бокси — это только вопрос времени. Да, он ничего не может сделать виспу, потому что висп вне арены. Он ничего не может сделать в лайфстилеру, он в рейдже. А Тинни как бы не та цель вообще. В итоге минус Бокси. Да, Бокси и Фокси возвращается обратно на спот крипов и продолжает фармить, как ни в чем не бывало. Удобный, конечно, герой висп. Привез тебя в драку, вернул обратно. Ну так поэтому он и настолько сильный. Внизу Лина, которая попытается сейчас Тинни забрать. Но даже если она его заберет, это будет не так круто. Да и не факт, что заберет, я даже не знаю. Тинни успевает дать Эволон, Шлагуна залетает. Нет, все-таки фраг забирает тайга себе. Да, висп не успел перетянуться сюда. Успел бы перетянуться, было бы очень жестко, если бы Тинни выжил. Ну и, наверное, нужно подпушить эту нижнюю вышку. Не просто же так туда пришла Лина. А в ответ бреймы с экзорцизмом могут заняться чем-то другим. Например, подпушить вышку в миде. У виспа уже есть мека, это очень сильно. А, Весола пока еще нет. Весол очень нужен, чтобы висп не захиливал настолько жестко. Ну и пока можно сравнить кэрри обеих команд. Кэрри отсутствует пока у Ликвидов. Но он должен сказать свое слово. У него 43 золота. Он за ассист получил на виспе, насколько я понимаю. Так, снизу нападение на тайгу. Получает тайг и стан. Шатурриалм сейчас закончится. Терра райс. Висп не попадает под действие, но... Ну нормально так. Так, и стаги тоже на самом деле выбивали всяких терра райзов. Здесь Лина вынуждена была стоять, смотреть, чем все это дело закончится. Надо самим уже выходить на мид. Экзорцизм имеется. Спушить тир один в миде и получить большое пространство для передвижений. Для виспа это всегда приятно. Двенадцатый хочет или что? Или юл дофармить донести себе? Снизу фея. Снизу Лина. Опять выход на Тине. А, вот так вот. Тине сам контратакует. Стан от Лины, но Тине успевает подкинуть ее. Юла отличный от Койкова. Есть ли кто-то на перерез, кто пойдет? Лайфстиллер нажимает рейдж, Марс ставит арену. Арена, бокси. Отлично, бокси ворвался. Просто жертвует с собой, чтобы тиммейт выжил. Ну, с одной стороны, он классно пожертвовал с собой, чтобы Лина выжила. С другой стороны, он потратил арену. И в итоге минус Марс. Да, но, наверное, так лучше, если бы просто Койкова забрали. То есть, арена, когда не самый большой, за бокси меньше дают. Из меньших, как говорится, зол. Выбирать не приходится. Да, но это когда уже добро будет от Ликвида? Когда-нибудь, надеюсь, что будет. Очень хочется увидеть. Да, 4000 перефарма. Но, наверное, добро все у тролля. Тролль фармит. Тролль пока что не показывается. И вот он уже скоро вынесет себе манту. Через манта стайл будет играть Микки. Ну, скидывать сайланс, скидывать коррозив хейс. Как минимум. Согласен. Но Яша уже имеется. В наличии травела появляются у Лины. Теперь Лина будет более мобильна в плане передвижения по карте как-то. Можно будет прилетать куда-нибудь в драку. Или улетать всегда. А вот у Слордара блинк наконец-то появился. Да, а вот у бокса нет. Или есть у него. Он с блинка врывался, да, по-моему, в последний момент. В последней драке. Учитывая на Торсбоксе. Да. У него все очень хорошо. Заходят наконец-то на тир-один вышку на миде. Без экзорцизма ее заберут. Так, тем временем Скаларк погиб. Что? Койкова Соло или с кем-то? С кем-то, наверное. С кем-то. С Марсом. И Марс-Арену поставили. Опасный момент. ДД. ДД забирает бутылочку Фокус. Ей со Спартаном перетягиваются наверх. Могут попробовать поймать, например, того же Бокси в очередной раз. И отправить в таверну. Бокси стоит в кустах. У него блинг, если что, уйдет. Ну да, он так и делает. Там попинговали на низ. Внизу у нас тайга. Так же пушит. 4 тысячи за Ликвид. 5 тысяч за Ликвид. Но это тролль. Тролль фармит. Стоманин. Да, поймали тайгу в итоге. Очень быстро забирается. Раскаст буквально Тинни даже без помощи Виша справился. Хотя... Наверное, там Сайланс дал на всякий случай. Хотя на самом деле целесообразно, наверное, оставлять фраг для мидеров все-таки. Но тут как бы не от Тинни. Это зависит. Да, я думаю, что они не до конца все-таки смогли просчитать. И лучше забрать фею наверняка любым персонажем, чем она уйдет на лох-эпэ в попытке отдать ее Death Profit. 4 тысячи. Опять. 12.8. Бреймы очень достойно держатся. И вот не будь это Ликвиды, сейчас я бы... Ну, был бы гораздо менее спокоен за Дайер. Говорил бы, что ну вот как их дайвят, вообще ничего не получается. Но Ликвид очень уверенно смотрится. Все-таки тролль фармит. Если бы, опять же, не Рошан, на которого зашли уже игроки Брейм. И они его там ковыряют. Да, не заберут. Там Дизолятор уже готов. Минус армора очень много на команду. И Рошан просто тает. Так, вот это поворот. К этому явно Ликвид не были готовы. И не думаю, что они собирались отдавать Рошана. Потому что это очень сильно сейчас ломает их планы. Так, Аегис забирает себе фокус. И побежал. Побежал Скайларк. У него стакан ваш. Первым ударом видит фею. Не врывается. Стомнен снизу. Да, теперь нужно Ликвидом как-то аккуратно передвигаться. Далеко не уйдешь. Понимаешь, что Аегисы всегда там трак любая. Которая начинается всегда будет в большинстве. В пользу Брейм, по идее. Потому что Висп всегда кого-то приведет. Лину, Лину там могут найти. И здесь котла нашли еще. Да, но Лина вроде как убегает. А котел, к сожалению, в таверну. Очень быстро отправляется. Тос пошел. Нападение на Тайгу в итоге. Подстанели его. Он пока что в шаду Реалме. Но тут есть чего накидать в этот Реалм. Минус Курьер, в котором был Виталити Бустер. И в итоге минус второй суппорт. Не, конечно, классно, что Лина ушла. Лина, кстати, передвинулась на топ. Там сейчас еще могут поймать... Да, могут поймать Марса. Да, снизу на боксе нападают. На перехват уже Висп вместе с Лайфстиллером. И бокс тоже таверна. Но что-то легчайшая 2-0, как говорится. Вообще выглядит очень уверенно. Они забрали Рошана. Они забрали двух суппортов. Забрали тройку. Пока все, что заставляет верить в Ликвид, это то, что Лину не удается забрать. И тролль тоже фармит. У тролля все хорошо. Я бы сказал, даже больше тролль, наверное, волнует нас. Потому что тролль действительно в драку... Ну, мы его не видели вообще всю игру. Он продолжал фармить. Рано или поздно он придет. Сколько можно зафидить будет до того момента, пока не станет слишком сильна команда Брейм Койкова? Видит его? О, привет. Его реагирует быстро. Не дал себя замедлить. Иначе пришлось бы ее взять на себя. И это конец. Возможно, да. Скорее всего, была бы смерть для Лины. Ну что ж, вроде как собираются Ликвид. Вроде как готовы подраться. Но там скан. И прекрасно все понимают Брейм. И организованно отступают. Смог был разбит. Давайте смотреть, кто кого быстрее найдет. Фокус идет вперед. У него Аегис. Он и так довольно бронированный. Его не просто забрать. Но вот все-таки спалили Смог. Врывается с арены. Не успевает уйти Спартан. К сожалению, и Спартана выключают из уравнения. А без него драться, ну, наверное, неприятно. Не будут, скорее всего. Хотя экзорцизм был потрачен. Слушай, тут, да, экзорцизм потрачен. Арены больше нет. И сейчас, если хорошо зайдут. Ну, не знаю. Инсцени ставит свой ультимейт. В итоге убегает. Виша контролит. Подходит тролль. И это, возможно, будет ошибка. Все-таки нет. Очень быстро разбили Вилловиз. Пошел ультимейт от тролля. Лагуна Блейд залетает. И пытается сейвить Виша. Нет. Виш все-таки погибает. И Фокус тоже должен отправляться в таверну. Минус Аегис. Все-таки без Виспа, конечно, драться не лучшая идея. Террорайс. Террорайс не попал бедлом. Нажимает в итоге фея. Выкидывает тролля. Просто его пытаются не пустить к своим игрокам. Тинни на развороте пошло копье. Лайфстилера пригвоздили. Виспа уже здесь. Стан залетает в Лайфстилеру. Неплохо отхиливается он. Ну, вот с Виспом другое дело, как говорится. На развороте начинает драться. У нас теперь Брейм отступает. Ликвид. Микки пытается убежать. Нет. Микки погибает. И в боксе нужно бежать. Нужно всем отступать. Но там Тинни готов кого-то ловить. Я так понимаю, данный перехват на Койкво. Есть Релокейт уже. И Баунти Руну можно было бы забрать. В итоге Руну ворует, конечно, Койкво. Но это его не спасает. Он отправится в таверну. Вот, собственно, и все. Без Виспа Ликвид драться могут, когда Виспа забирают первым. А когда Виспа возвращается обратно в игру, то все. Сложно. Ужасная экономическая драка получилась для Ликвид. Они перед дракой вели 4000. А сейчас остается одна. То есть они проиграли много. Хотя, казалось бы, начиналось все неплохо. Да, там одного забрали для второго. А Игис выбили ДП. Но, опять же, это благодаря тому, что Виспа удалось выключить первым. И все-таки Брейм нападали на хайграунд. Не самая лучшая позиционка была. Шикарный виллу. Висп стал. Висп опять. Ну, правда, Тинни рядом. Висп все-таки погибает. Хотя уже тизерился вроде к тиммейтам. Да, там Коттл его добил Блайнден Лайтом. В итоге опять минус Висп. Но это не так сильно. Даже по золоту получилось, что еще сильнее отыгрались Брейм. Потому что они параллельно пошли там зафармили что-то. Да, и Лайфстиллер проблемой становится. Да, тролль один на один его пока убивает. Но если рядышком шарик захиливает, да, то справиться вообще не вариант. Никак. Ну, интересно. 9.04 у Лайфстиллера. 22-ая минута. Продолжает фармить. Сейчас нужно подождать экзорцизма. Все-таки он был потрачен. Это такой плюс все-таки для Ликвид, что экзорцизм потратили не где-то в атаке, а просто где-то у себя наполовине. Снизу. За Слардаром может быть выход. Так он уже откатил. И там опять Аркейн Руна в наличии есть у Виши. Поэтому можно идти прям сразу в атаку и драться. Да, видят, видят, видят на Лину нападение. Она на Варде показалась. Да, и вот он релокеет. Хороший стан от Койковой. Но, правда, здесь контролит Скайларк. Повесил минус армор. Бокси тут рядышком. Тоже попытается, наверное, помочь. Хорошее копье залетает. Лина продолжает жить. Ну, просто не отпускает ее. Слишком много перехватчиков. Погоня продолжается теперь за Бокси. Есть стан. И Бокси, ну, конечно же, не улетит никуда. Отправится в таверну. Да, Марс вынужден купить себе госскипетр в этой игре. Очень классный вард, на котором Слардар увидел Лину. Ну, и релокейт пошел на этот вард, и Слардар начал. Здорово, здорово играет Брейм. Тысяча золота, всего-навсего. Опять же, тролль имеет много, но после тролля Лина отстает от него на четыре тысячи. Да, и продолжают претинговать Брейм, да, по всей карте. Буквально перетягивается Виш наверх. У него все еще есть ультимейт. Врывается на Тайгу. Сейчас Тайга под Сайленсом. Эссенс Ринг пытается жить. Пока еще живет. Делает ТП, окей. Да, за Сайленс его не забрали. Ну, значит, наверное, на Вышку пойдет у нас сейчас Брейм. Пока есть БКБ, тем более свеженькая, тем более есть Экзорцизм. Нужно, нужно, нужно. Опять же, сильный тролль, это сейчас все, что есть у Ликвид. Если тролля выключить из уравнения... Марс очень слаб. У Марса Гускиптер, чтобы жить. Марс рывается, дает арену, дает копье. Ну, да, у него классные спылы. Но вот сам как герой, именно прочности у него какой-то нет. Лина, то же самое. У нее очень жесткий раскаст. Но забрать ее довольно-таки просто. Фея Коттл, ну, более-менее. Неплохой нетерс. Но Лайфстиллер их съест. И опять же, Лайфстиллер отличный игрой как раз-таки против Коттла. Потому что Виллу Висп очень быстро сгрызает. Это всегда большая проблема для команды, когда нечем сбить Виллу Висп. Инсейни. Стоманин в смоках. Ох, сбил ему блинк. Возможно, даже это лучше для Стоманина получилось. Потому что... Хотя в боксе здесь арена пошла. Но рядышком Виш не хватает дэмэджа, чтобы Стомана забрать. Еще чуть-чуть докинуть что-нибудь. Но в итоге, тем временем, Лина погибает. Пока здесь охотились, где-то там подкрались и укусили Лину. Незаметно, да. И нужно убегать теперь Ликвид. Все еще есть экзорцизм, который не был потрачен. Но пока не было возможности. Оп, оп, оп. А это еще не все. Микки. Микки обходит. Потому что с ним драться не особо хочется. Просто подсветили его. Фея, кусты. Ой, как неудачно для Слардара. Он здесь, конечно же, зафидел. Но подходит его команда. Без селедки попробуют драться. Все-таки Лины нет. Тайга проседает. Тайга пытается сделать тэп-аут. Но его в итоге добирает Виш. Да, и пока есть экзорцизм. Он перетягивается Виш наверх. И отступает Ликвид. Вышка должна падать. Т2. Что, отдали Слардара. Но Слардар с Виспом очень здорово прилетели на Лину. После этого вышли размен на Фею. Вышка падает. Можно захватить аванпост под 30-ю минуту. И Брейм продолжают. Они просто красавцы. Они этот матч действительно делают сенсационным. Чемпионы ESL, казалось бы, да. Да. А вот они. Да, но я так понимаю, тролль без покупки какого-то башера. Да, башер у него уже есть. Эбисол себе хочет дособрать. В драку вообще не хочет входить. Именно драться с лайфстилером один на один. Никак. Ну, такой вот момент интересный с этим троллем. То, что он не входит в драку уже 25 минут. Была одна, в которой так или иначе он оказался. И вроде бы неплохо себя показал. Но теперь решил еще немного подфармить. И разрыв между ним и Линой все больше и больше и больше становится. Ну, вот Аганим. Для Койкова теперь можно будет заряжать и лайфстилера при желании. Ну, добавлять урона. Хотя, возможно, это не самая лучшая цель, если он будет под виспом. По ситуации. По ситуации надо смотреть обязательно. Так, тролля остается фармить. 26 минут он же этим занимается. Эбисол есть. Слардар покупает себе Аганим. Важнейший артефакт, чтобы жить. Слардар сейчас мог спалить. Так он сейчас спалит. Ему нужно выйти. У него Night Vision же у Слардара должен быть. Паузу ставят. Да, фокус сверху, кстати. Но рядышком есть висп, который также может сейчас смог атаку спалить. Так, гоу. Пауза, благо, недолгая. Ну и давайте посмотрим, кто кого быстрее найдет. Но все-таки хотят кэрри забрать у команды Брейм. Ликвид идут, идут и видят Спартана, да. Спартан все спалил. Пошел уже тизер. Рейдж. Тип-аут. Это арена. Ой, да. Шикарная, в кавычках. Очень повезло виспу, что вот такая вот пачка шла, на которую можно было тизернуться. И смог атаку эту Аты выйтили. Не получилось у Ликвид выйти. Лайфстиллер тоже делает, кстати, баш. Да, но у него-то так-то и кераса уже готова, поплотнее, по-хорошему. И скорость атаки у него тоже знатая. Вообще интересно. Вот вроде как мы говорим всегда, что тролль Лайфстиллера перебивает, но под виспом скорость атаки у Лайфстиллера будет не меньше. Башить он тоже будет. Скорее здесь очень сильно зависит от остальных персонажей. Кто как даст свои сплы, куда там зарядит Лина Стан, что сделает Бокси. Да, но у тролля есть весомое оружие, это его ультимейт, нужно как-то ультимейт переживать. Его, ну то есть покатить как-то. Покатить, да, Иулы, Алибарды, что-то подобное. Ну что-то такое, да, чтобы он просто... Стоит вард у Ликвид, они все видят, стомнен в позиции, на тролля нападать не хочется. Да нет, на тролля нападают прям, тосают его под Саленс на Мотостайл Эбисол ультимейт. Пытаются по-быстрому забрать Слордара, но не получается. Террорай, Стан, все, залетает Слордара, Слордар еще один удар, Слордар погибает. Башики прокуют по троллю тем временем, высасывают из него жизнь, и тролль погибает. Все, без тролля драться вообще не вариант, и сейчас будут просто доедать команду Ликвид. Койква дает Стан под себя, успевает убежать, но очередной тос, и сейчас Койква скорее духи загрызут. Господи, целый отряд бежал уже духом. Да, Койква тоже, наверное. На труп накинулись. Ну что я могу сказать, Слордар в итоге выполнил роль боксерской груши, он вообще ничего не сделал в драке, его просто били. Но это сработало. Тролль нажал свой ультимейт, и без ультимейта он оказался слишком слаб. Дэс Профит и Лайфстиллер его съели. Отлично сыграно, и идем дальше. Ничего не может сделать Коттл, потому что БКБ УДП, Рейдж Лайфстиллер, после Рейджа Лайфстиллер садится. И великолепно играет, конечно, вот этот парень, Стоманин, который раз за разом выкидывает нужных героев. Ну вот тут он подставился. Ну да ладно, там как бы Т3 падает. Бог с ним, это вполне себе нормальный размен, свою жизнь разменять на Т3 вышку, это хорошо. Да, и Фортификация нет, и Тролля нет. А может быть подгрызть. Я не знаю, почему нет. Ну ладно, Реша не вдвоем там, они там вдвоем решили не рисковать. Оно и правильно, да и плюс Рошан появился действительно. Какую уж там ломать сторону, можно Рошана забрать. Стоманин, прям настоящее открытие этой команды, как же у него все получается. Вот, как бы вроде смотришь, ничего особенного, но все как-то вот ладно. Все туда, куда нужно летит, постоянно то селедка долетает, то ДП долетает до врагов. Так, тут Драка, пошла арена, опять же нападение на Виспа. Висп живет, хороший подсейф от Лайфстиллера, но нет, все-таки добивает Виспа. Байбека нет, но Тайга тоже погибает. Бокси пытается пробить Фокуса, Фокус с Аегисом, сеточка пошла, получает стан, выбили Аегис. Окей, врывается Микки. Эйбстал Блейд, Виша начинает шинковать, Виша больновато, прожимает БКБ. БКБ его бить не хочется, Бокси отступает. После Байбека возвращается Висп, Драка продолжается. Фокус фуловый, но и Бокси погибнет. И продолжается там погоня Скайларка, который видит Лину, видит Микки, но сейчас может быть ему очень больно. Но он пытается выиграть времени, все-таки его сбривают по-быстрому. Микки здесь, получается Аленс, пошел Юл, Виш рядышком. Байбека Марса есть, нужно отступить. Лина, Юл, Микки, Лина очень хочет Виша. Да, Вишу нужно бежать, а Виш-то здесь один, некому подсейвить особо. Идет сюда Висп, конечно, но спасет ли он? Есть сыр, есть сыр у Виша, поэтому может, может он здесь выше. Спартан начинает фокусить, Спартана первого заберут, после Байбека должен погибать, по идее, да. Да, и это критическая ошибка, может быть, Виловисп заканчивается, Микки грозит Виша. Виш не успевает нажать сыр. Да, фокус один драться не хочет, говорит, там как бы тролль, у него ультимейт. Ребята, спасите меня, я прыгаю в Крепа, уезжаем отсюда. Но Крепочек тоже погибнет очень быстро. Пошел ультимейт от тролля и по-быстрому за этот ультимейт стирает просто лайфстилера. И это полноценный камбэк, который произошел в этой второй карте. Да, очень далеко зашли. Вот этот момент, когда Слардар побежал еще кого-то цеплять, он был очевидно лишним. Потому что и Слардар умер ни за что. И потом начался конвейер, который уже не могли остановить игроки Брейм. Возможно, придется выкупаться, чтобы не отдать сторону. Да, так-то тролль. Вышки тоже крушит очень быстро. Да и Койкова тоже неслабо наваливает. Бокс танкует пока. Да, есть приятных новостей. Все-таки Рошана забрали и не могут Ликвиды после этого отступить и еще залутать Айгисыр. Ну, как бы минус сторона. Минус сторона, да. Не выкупаются. Тер-2 стоят, поэтому понимаешь, что... Да, но Т-2 вышка снизу скоро упадет. Там огромная пачка грипов идет. И там уже под пушем занимается котел. Можно отступить и Т-2 забрать снизу, как вариант. Вижен поставили. 8 тысяч Ликвид сразу повели. Да, это, конечно, тяжелый отрезок сейчас для команды Брейм. Ну, не хватает. Вот им в какой-то момент они ломаются. Ликвид гнут свою линию и, скажем так, они изгибаются. Но... Оп, за Линой пошли. Лина. Без маны вообще. Койкова. Заберут его или нет, интересно? Но Тинни бежит. Тинни бежит. Втроем должны. Да, у него маны нет вообще. Так, ладно. Все-таки Ликвид тоже иногда допускают ошибки. Но, тем не менее, командно вот таких вот себе каких-то глобальных супер загулов не позволяют Ликвид. Они лучше чувствуют ситуацию именно вот когда нужно быстро принимать решение. Немножко Брейм не разобрались. Но ничего страшного. Потому что даже без страны сейчас играть можно вполне. Тролль БКБ. Тролль, да. Тролль Заноза. Лайфстиллер Эбисал никак не соберет. Тролль его уже дважды завязал. Да, и Сатаник дальше будет у тролля появляться. Там Паладин Сворд. И также появляется Шива. Для Виша. Хорошо. Шива Линкен Сфера, чтобы ему как раз-таки нельзя было дать Лагуну или Эбисал какой-то. Ну, нужно что-то сейчас очень крутое исполнить здесь для Брейм. Что они отстают на 8000. И тролля просто так не забрать. Слишком много всяких различных будет возможностей выжить. Там БКБ ультимейт. Если тролль нажимает, то все это... Его уже никак не забрать. И при этом сам он слишком много урона наносит. Снизу подфармливается Лордар. В идеале ему, конечно, на себя принимать удар. Прям такой в луже, чтобы он стоял. Но для этого не хватает немножко прочности. БКБ как минимум нужно себе собрать. Чтобы контроль не залетал. Ох, какой хороший артефакт выпадает Лайфстилеру. Да. Учитывая, что у него Дизоль Кераса. Это классный артефакт. Он еще снизит броню дополнительно. Даже Паладин Сворд в итоге... И мой Лайфстилер особо не нужен. Нет, нет. Все-таки берет Паладин Сворд. А кто тогда заберет... Может быть, Селедка. Может быть, Селедка. Рефрешер у котла. Жадный выбор. И он его собрал. Так, у Селедки Брумхэндл. Ну, Селедки стоит взять, Орбов Дистракшн. Потому что Брумхэндл на такой стадии уже совсем не так круто. Как может показаться. Может быть, какой-то Тинни, я не знаю, кто там взял в итоге. Но как бы артефакт хороший, отказываться от него. Да, да. В смоках идут обе команды. Тролль выходит первый. Тролль прыгает Эбисола. Ничего не успел здесь сделать. Ну, подожди. Боксерская груша отрабатывает. За сейф пошел. В итоге арена пошла. Скайларк все еще живет. Тинни его выбрасывает. Скайларк выживает. И все уже пошло немножко не по плану. Команды Ликвид. Ликвид вынуждены наступать. Видишь, побежал за Койку. Пытается его забрать. Виш. Нет, все-таки не догнал Койку. Койку вот уже жив. Сумасшедшая какая-то игра. Теперь нападение пошло. На Доспрофе тем временем Марса грызут. Но Марс уходит в госкипетр. Что по ДП? ДП живет. Тролль нажимает ультимейт. У ДП стремительно улетает КП. Селедка минус флагуны. ДП. Бокси. Кайтит. Бокси просто кайтит сейчас фокуса. Бокси живет. Фокус получает здесь стан. Его могут забрать. Террорай залетает. А рейджи-то нет. Сайленс. И все. Минус фокус. Минус два кора у команды. Брейм. Фокус пытается. Пытается. Все равно. Без виспа здесь не вариант. Пока подхила нет. Пока подсейва нет. То есть. Ластиллер проигрывает. Какое шикарное начало драки. Вытащили селедку. Потом вытащили ее второй раз. Но вот дальше видно, насколько Ликвид лучше ориентируется. Так они сейчас закончат игру ГГ. 1-1. Они в трон могут пойти. Они закончат игру, да. Просто великолепно разобрались. Один кайтит с Лайфстиллера. Другой при этом убивает ДП. И все. И ДП нет некому помочь. Лайфстиллер занят не поймем чем. Но это опыт. Это опыт. И вот как раз таки опыт тимфайтов. Да. Начинает уже умирать по одному у нас Брейм. Но это такие уже жалкие попытки как-то выиграть время. Но мы понимаем, что трот сейчас все сломает. И всех здесь. Ну молодец Микки. Что тут можно сказать? На него сделана была большая ставка. Он не появлялся в игре на протяжении где-то 30 минут, наверное. Но потом он вышел и как раз таки за 2-3 драки закончил все. Да. Бреймы не дожали. И теперь им нужно будет, конечно, немножечко собраться. Потому что они понимают, что вот первую карту они провели отлично. Практически без ошибок. Там была одна. Вторая карта. Тоже все шло хорошо и классно исполняли. Но в какой-то момент Ликвид просто показали, насколько лучше. Я даже знаю, какой-то момент был. Это Слардар, который потащил за собой команду. Если бы не вот этот его загул, погоня, которую они организовали, то все было бы не так плохо. После вот этой драки как раз таки очень много Ликвид отыграли. И уже было проблематично возвращаться обратно. Ну а мы готовы передавать слово нашей аналитике. Это самая разгульная селедка. Она всю катку носилась за всеми. И поэтому уже на рефлексе решила, что она может носиться за всеми даже в тимфайтах. Но очень крутая игра. Особенно по макро. Я, честно скажу, я невероятно удивлен тем, как исполняли греки с точки зрения макро передвижений. Всю эту карту душа просто постоянно налево и направо. И это, конечно, заставляет удовольствие с точки зрения просмотра. И мало того, да, мы изначально вообще, будем честны, хотели посмотреть на первом канале Ханов против Йелла Субмарин. Потому что, во-первых, это СНГ-команда. Во-вторых, мы ожидали, что там будет плюс-минус равная борьба. Там равной борьбы не было, а здесь у нас, ну, крутейшее шоу, я бы сказал. Ты говоришь про эту макроигру? На самом деле, они в этой макроигре и делали и хорошие мувы, в 50% случаев, и вот жесткие загулы. Тоже, опять же, там селедка загуляла, висп там на Спартане загуливал миллион раз. Поэтому вот эта вот макроигра, она так, на тоненького была. Это правда, это правда. Игра как игра, не знаю. То есть двигались, использовали все, что могли герои сделать. И вроде как, ну, потихонечку вели игру. Но они ни разу за игру не пытались навязать какую-то вот атаку, что ли, на тролля. То есть всю игру ты смотришь, типа драк, там здесь повоевали, там скиллы дали, ульт-дп нажали, вышки снесли, тролль фармит. Тролль фармит, тролль фармит, тролль фармит. И вот у нас хайлайт как раз к с моменту, когда вот он начинает подключаться к своей команде. Ну, здесь отличная позиционка от бокса, когда он нашел виспа. Да, дпдп почти пол ультимейта просто пробегает в пустоту. Ну, впоследствии они там выиграют файт. Выиграют, да, но опять же, то есть исключительно потому, что на текущем этапе игры, скажем так, их герои в рамках замеса из-за виспа в первую очередь довольно сильны, скажем так. То есть он вроде как ресница вроде, прилетит, ластит дверь, там как-то подсэйвит. И прямо вот в Кламину выиграть здесь игру не получится. Но опять же, то есть драка, в которой Ликвиды ведут 4000 голды, у них уже реально мощный тролль. Но вот в рамках того, что противников больше чем 5 суммарно оказалось, плюс Аегис, не получилось закончить игру здесь сейчас. Но уже, то есть такая тенденция, что ты сидишь и понимаешь, что этот парень, ну, ты можешь с ним еще воевать, но уже близко. То есть свой очень close fight. Еще да, да, еще один-два артефакты, больно. То есть ты понимаешь, что у меня плюс слот не даст мне настолько много, насколько даст ему. Потому что как бы много не давал скорости висп. Тролль, по-моему, бьет все равно быстрее, как так оно все время получается. Вот видишь, опять же, да, я думаю, то, что они ожидали то, что без... То есть соло тролль ничего не сделает, то есть они оставили Микки в покое, потому что за ним носиться по лесам было сложновато. А убиваешь койку постоянно, убиваешь бокс, и бокс вообще на днище с точки зрения голды был. На протяжении очень долгого времени у меня было артефактов. Ну, в смысле, был блинк, вот это ты гост, и ты такой, ну, типа да. А я бы его отметил, на самом деле, по игре, что он очень много сделал, на самом деле. Он очень много на себя внимания отвлекал драка, потому что не было... Я бы на месте Лассиллера вообще какой-то вот быстрый, ну, быстрый какой-нибудь нуллифайер выходил бы, потому что вот за счет этих гастов он очень много внимания на себя. Слардар на него прыгал постоянно, на него Лассиллер бежал, и он за счет гаста, за счет булварка, вот этих там каких-то блинк-дригеров... Бокси просто начал с койку, я все... Бокси-бокси-бокси. И он очень много на себя внимания как раз-таки уделял, и из-за этого тролль там на другом конце карты, на другой конце драки, он очень много как раз-таки дэмэджа выносил, потому что по нему как раз мейнкоры-то и не били. Солидарен. Ну и вот этот гениальный момент от Стоманина. Опять же, да, он всю катку отвел Тинник очень-очень круто. Стоманин определенно открытие этого чемпионата. Жалко, вполне вероятно, что мы после вот этой карты больше него не увидим в рамках БТСа. Мы надеемся, что они отберутся на какие-то другие турича, потому что хочется посмотреть на его исполнение побольше. Стоманина, мне кажется, ни одной плохой игры вообще не провел за весь турнир. Все так, я бы отметил, что у них в рамках именно вот, скажем так, полусвежесобранного стака неплохой темплей. То есть он выкинул, тут даже Instable Silence. У них нормально было раскидано по EUL, кто когда нажимает на эту вот роль. То есть он нажал Ultimate, у него там... Ну ты не хочешь, чтобы он тебя бил в это время. И как бы все должно быть ок. Но вот раз нажал EUL, два нажали EUL, и он весь Ultimate просто пролетал. В итоге не смог драться. Здесь тоже вот эта драка по факту важнейшая. Начинается она с того, что фокусит Виспа, приходит Ластиллер, тратит на него инфесту, чтобы Виспа жил. Виспа успевает выйти из стана, нажимает Мекку без оверчаржа, и за этого хватает дэмэджа, чтобы его убили. Если бы он в этом файте был с самого начала до конца, у него все было пок. Вместо этого он, соответственно, прилетает на релокейте, релокейт заканчивается, возвращается на базу. Сейчас он будет на базе по карте, по минимуму можете посмотреть. И все, драка продолжается без него. И такой, окей, а Скалар в этот момент зафидел. Да, Виш такой один говорит, ребят, что-то Середка погибла, Тинник, ну и говорит, у меня два коста есть, давай я нажму, дальше сам, но дальше он сам и побежал. Я не понимаю, почему Ластиллер двигается от своей ДП, когда нужно бежать к ней. И вот сейчас будет странное прожатие сыра, если что. По-моему, вот сейчас посмотрите сверхоп. У него пол ХП еще целое. Я понимаю, что он боится, что его зафокусит. Хотел Виспа по линку похилить. Да-да, по обратную сторону. Но не фортануло. В общем, да, дальше идет целое скопление ошибок. По поводу крас-тимплея, мне кажется, в момент, когда Сномнин кидает людей и под него сразу дается сайланс, это момент, когда ты заранее говоришь, так, чуваки, я готов сейчас буду блинкаться, смотрите, тролли вам зафокус, что все будет окей. Вы такие, хорошо. Но когда начинается долгая драка, вот это растягивание, да, там, сколько она, минуты три шла, ты сразу видишь, как они сразу начинают распадаться, Скайларк сразу вообще отдельным совершенно персонажем становится. Висп нажимает не так кнопки, не туда прилетает, не помогает, потому что очевидно, что он должен был лететь дальше к фронтмейнеру, да, то есть когда у тебя видно, что идет селедка фронтить и зонить, то, соответственно, ты делаешь релокейт не в Найкса, который без противников. Ну, что поделать. И в рамках этого файта, очевидно, я думаю, что ДП мог посмотреть, что у него есть вайбэк, сказать, парни, продаем, я выкуплюсь, и все. То есть ушел бы Висп, ушел бы Лассиллер, все бы шли, он бы развернулся в сторону базы противника и спокойно потом бы как-то походили, подрались. И в итоге он реально с собой вез еще двух-трех человек, и по итогу ты сидишь, полбазы уже нет, корм могут выкупиться, но вы и так под деньгами не выигрываете, если они выкупятся, вы со всем игру не вернетесь, и надо как-то подхолдиться, и в итоге вот ГГ. Напомню, кстати, друзья, что вы можете обсудить карту так же, как и мы, на dota2.ru.gg, там тоже сидят много серьезнейших аналитиков, я уверен, сможете поделиться с ними мнениями. Вот, а на мой взгляд, все эти решения, все-таки выйти в аганимом, вторым слотом, конечно, когда игра идет отлично, и ты думаешь, что все, шибись, звучит хорошо, но вообще это было, конечно, аркадно, потому что у тебя очень много у противника контроля не сквозь БКБ, да, и макдемеджа сверху, то есть единственное, что сквозь БКБ работает это Abyssal Blade, и будь у него БКБ в этом тимфайте, вполне вероятно, все будет намного проще. Виш идет сюда, смотри, где находится у нас, куда бежит Слардар, он бежит за вторым там персонажем, просто давит. Ну, они там бокси пытались. Кидают ДП, кидают ДП, ну, вот смотри, сколько он времени на себя выманивает. Лотус, еще что-то тут поделал, булварк сейчас какой-то еще будет там. Да, уже потеряли селедку, там сейчас добивают ДП, а он все живет. На булварке, да, а тут просто вот в другом конце просто добивают ДП на халю. Фокус у него, кстати, Open One Z в Лотус нажал, поэтому шел как просто там 3 километра. И он еще не умер. Рассинхрон получилось именно в плане вот фокуса, то есть, возможно, не хватило какого-то грозного рыка, типа, вкусим этого, убьем этого и там, или так далее. На месте Веспаба еще все-таки задумался вместо вот этого Лотуса, который он пытался собрать, ну, купить Гост. Да, я понимаю, игра очень сложная для него здесь. Либо фокусит тролль, сразу в драке бежит на него. Если его не фокусит тролль, на него прыгает с даггера Дарквиллу, и в него влетает Лагуна, но все равно, хотя бы от чего-то надо было попытаться защититься. Ну, у Лотуса тоже защита какого-то имеет. Его Бедлам тогда пробьет, ауешный, и Лотус никакой тебе не поможет. Хотя бы от тролля защититься, потому что ты всегда в драке. А Лагуну там что-то можно... Ну, что-нибудь, да. И опять же, в рамках этого всего дела, вот ты говоришь, аганим-аганим, то есть, да, возможно, ему не стоило собирать раны, но все равно он был неплох, но БКБшка, на нем очевидно нужна была. А я об этом говорю, что она нужна была и тем более очевидно нужна была на Лайфстиллере. Потому что здесь смотришь, у тебя Миссы, у тебя Вилу Висп, у тебя Бедлам, там все прочее, куча маг-урона, куча маг-дизейвов, арена, и ты реально за один рейдж это все не переживешь. Как бы ты ни старался. И Ластиллеру БКБ собрать здесь было, мне кажется, вот мастхэв. Тут вместо Кераса, наверное, что-то из серии БКБ или нулифайра. А потом уже можно делать эту Керасу, да. Потому что эти лишних пять армора не настолько много ДПС, насколько даст тебе возможность 10 секунд противника в нужный файт просто бить. Да. Ну и возможно, возможно, если уже не хочешь БКБ собирать, то собери Алибарду. если она в этой карте могла работать. То есть они собирали Юла, да, то есть очевидно, что ты хочешь контрить таким образом тролля, который, по-моему, даже статус резистенции особо не собирал. А вот какая разница Юла все равно. Так я об этом и говорю, что это обычно Юлами контришь тролля, потому что он статус резистенции собирает с Инженершу Сатаник, и это типа дефолт для него. Но здесь как Балибарда, она работала бы сквозь БКБ, что супер важно. Ладно. Такое бывает, такое случается. Опять же, уверен, то, что греки сейчас преисполнены вообще печали с одной стороны, с другой стороны. Они реально очень красивую доту нам показали. Посмотрим, что они покажут на третьей карте.